Ну, ух ты ж, блин, ну ты, ё-моё. Сейчас у нас середина дня, я хочу уехать в Санта-Радлера. Мне нужно по делам. Смогу ли я это сделать? Я думала, в автобусе. Короче, можно и не ждать, да? Такси тут. Сколько вы с троих возьмёте? Катер написал. Трое, да? Ну, пятьдесят трое. А что вы им написали в эту администрацию? Материальную помощь просили? Или как? Что делать в такой ситуации? Ну, вот они там сейчас середина. Вы лично написали? Или мне из тиски? Да, конечно. Личное обрешение, типа, или давайте мне денег, или... Нет, я не это, я сказала, вот что мне делать в такой ситуации, скажите. Дайте мне работу, что-нибудь. Ответили? А когда написали? Там в течение трёх дней мы просматривали. Ответят уже, и всё зашито, и... И что ответили? Занятости. А работу предложили? Нет, ну, работы как таковой нету, вот они думают, что делать. В общем, ничего конкретного не ответили, да? Ну, помогли уже финансово чуть-чуть, помогли, как бы, ну... А это не выход, мне нужна работа. Конечно. Сколько помогли? Сколько помогли? Ну, там, с кредитом чуть-чуть помогли, и... Ну, так вот, материально. Да? Ну, наверное, при этом ещё пришли с фонда, как они проверяют-то. Да, они пришли, всё, пришли. Мне бояться нечего, да, и всё, да, потом уже... Врёте или не врёте. Да, мне-то бояться нечего, что... Просто так всё равно ничего, Олег. В общем, сначала проверили, да, потом... Ну, тут можно? Ой, а демократическое я забыла, где? Можно открыть, да? Подождите, вот сейчас машина проедет, я скажу. Говорят, сейчас вы обадлили в Сочи, вообще глухо, да, всё? Ну, как вы? Не заработаешь в Сочи, вы не чувствуете, что ли? Не, я имею в виду такси, вот съехал, вот уже... Не такси, всё так, я сужу по себе, понимаете? Говорит, такси вообще глухо всё. Ну, если нет работы, вот если вы не можете себе позволить... Да, не могу. Вот он не может, я тоже не могу, понимаете? Потому что мы не можем. Да, потому что вы не можете. Мы в одной цепочке с вами, конечно, экономика, мать его. Цепная реакция. О, всё, ладно, спасибо вам большое. Да, давай. Потому что мы ничего не можем. Да, спасибо. Ну, вот так мы надоехали за 50 рублей. Обратно, может, пешком поеду. Всё, сами слышали. Интересно получилось послушать людей. Ой! Снимают лендер заодно Адлера. Мне надо в ту сторону куда-то. Сейчас буду посмотреть, как его карту. Вот здесь вот так пустыненько. 13,59, 22 градуса тепла. Обратно, наверное, пешком пойду. Смотрим. Рынок работает. Видишь, как всё. Охранник. Рынок. Ну да, потихоньку работает. Ой, ветер, ветер. О, видишь, а вы говорите, редкое имя, редкое имя. Ничего не редкое. А в Анапе была пицца Виола. Есть ещё, по-моему, отель какой-то Виола. Так что... Ох, надо микрофончик сейчас подцеплю, чтобы ветер не дух. Слышите, просим вернуться домой. Интересно, в ваших городах так же говорят? У нас просто на голубых дали сначала говорили, потом как-то больше я не слышала. Здесь время периодически в центре это говорят. Просим вернуться, стоять домой. Не покидайте без лишней надобности. Это мило почитать, а? Морской круиз из Сочи. 26 апреля. На шесть ночей. Слушай, люди планировали, ведь планировали чего-то там. Ну, круиз 1 мая на три ночи. Из Санкт-Петербурга на Алам. Черногорь. Ух ты ж! Люди ходят. А в прошлый раз-то всё закрыто было, я вам показывала. И никого не гоняют. А может и гоняют. Ну, а люди снова и снова. Вот так. Я думаю, всё-таки смягчились чуть-чуть, потому что народ-то прямо... Ух, злой. Красота какая. Краски какие. О, пустота. Все на работе, наверное. Сегодня уже что у нас? Будний день, будний. Река, смотри, какая полноводная. Мзым-то, видать, снега начали таять. Но спокойная, уравновешенная. Здесь было всё увешано, но нету. Так, а теперь приблизим. Страж-охранник это стоит или не страж-охранник? Не вижу. Самолёт! Хотела показать. Камеру не успела переключить. Знаешь, больше всего встречаются самолёты всё-таки на вылет отсюда, чем туда. Вот сколько хожу на улицу, из 10-ти один прилетал, все остальные улетают. Так, лёгким взмахом нашего, уважаемого, видеоредактора, мы переместились к новому веку. Здесь, смотрю, люди обед-буфет. На вынос сидите дома. У меня вот маленькая лёгкая вам ирония. Я лично жрать готовлю сама. Поэтому завидую тем, кто делает заказы. И тратит своё время на готовку. Так, что... Супермаркет работает, видишь? Ой, а клубничка 400 рублей жена. А это чья? Кубань, да? Попробовать, думайте. Нравится? Правда? На халяву ягоду съела. Жрать-то охота. Круги наворачиваю тут вокруг, ну всё, кое-как нашла тот адрес, который мне нужен был. Дела сделаны. И теперь мы с вами отправляемся на пляж. Так, пересечения у нас, получается, демократические. И... Забыла вот эту улицу. Вот эту вот. Хотя помнила и знала когда-то. Там у нас Кирово. Столовая. Патисончик. Я пойду по этой стороне. Хочу в парк зайти. Бестужево, по-моему, парк называется. Ой, цветы какие, тюльпаны красивые через дорогу. Яркие такие. Так хочется поближе подойти. Красота. Ну, конечно, не сравнится с теми, которые были в Кабардинке. Я вам показывала. Вот это тюльпаны были шикарные. Просто элитные, я бы сказала. Скай-парк. Видишь, ребятня играет. Вот он, сквер Бестужево. За ним сразу пляж. Сквер открыт. Как бы потихонечку, помаленечку жизнь есть. Меня лично это радует. По газончику пройду, хоть и нельзя. Ну, нам, партизанам, можно. Так. Красота. Ну, вот вообще, видишь, как бы официально все закрыто. Проход, получается, здесь запрещен. Молодые люди оттуда вышли. Я спросила у них. Вроде, как бы, страж порядков не видели. Вон, самолет летит. Опять же, на вылет. Так, ну, здесь перекрыто. Ну, вот смотрю, люди пошли. Все равно. С той стороны у нас тоже все перекрыто. То есть, получается, как бы, какими-то участками, что ли, пляж сделали. Или вот тут закрыто, непонятно. Страж порядков не наблюдаем. Но я думаю, что периодически они появляются, как бы, и говорят. Вернитесь домой. Как-то так. Вон, дам вдалеке, вижу, люди идут. Так что, я думаю, все-таки сейчас. Опа. Ох ты ж, блин, а. Менты, ё-моё. Я трусиха. Еще та-та реально на них постояли. Не знаю. Я даже врачу от собою. Потому что я их боюсь. Я просто это. Ох. Очень люблю скандалы. И боюсь штрафов. Потому что у меня денег вообще нет. А защищать меня нет. У меня вообще никого. Я только сама на себя. Вон они пошли. Сейчас покажу. А с этой камерой не приближаюсь. О-о-о. Вот. Вон, видишь, пошли. О, еще приблизь. Слушай, ну, мимо женщины прошли и ничего. Вот трусиха. И еще та, короче. Если бы не было камеры, еще как-то аж камера у меня. Думаешь, господи, как красная для быка. Возвращаюсь назад. Ну, что, люди прошли, я тоже пройду, значит. Ох, что бы мне подумают люди. Трусиха трусиха. Заявлено же было, что я супер смелый человек. А тут такое. В общем, если вы это увидите, значит, я выложила. Если нет, то останется в тайне. Как я встретилась с милиционерами. Ой, я дала попросить полицейскими. А я их называю, что тражи в порядке. Так. Вот тут Кирова. Перекрыто. Но люди идут и спорим, они сюда зайдут. Так, так. И морешка немного покажу. Напомню, что температура воды в среднем где-то плюс 10. Это средняя температура, вообще, твоя глубину. И температура воздуха 22. Тепло, но дует довольно-таки прохладный ветерок. Вот, дошли до рыбки. Вот, смотри, вот, смотри, вот девушка идет без маски. Сейчас люди прошли в масках. Подчеркиваю, что мы идем вслед за милиционерами. Они идут мимо этих людей. Всех, которые мимо меня тоже проходят и меня встречаются. Никого они не остановили ни в масках, ни без маски. Люди идут все довольные. Спокойные, просто смотрят за порядком. Как-то так попробую. Значит, наверное, приблизиться. Я к ним, чтобы понаблюдать. Как видим, вот, видишь? Опа. Он просто бежит себе спокойненько, мимо них пробежал. Вон они. Я не знаю, просто камера моя передает или нет. Попробую приблизиться к ним. Прибавить ходу, типа. Успела, столько догнала. Не могу я их догнать. Вот. Все. Теперь точно видно, что я не обманываю. В общем, смотри, никого нет. Вот этот участок, от которого был предыдущий кадр. Бассейн пустой во Фламинго. Предыдущий кадр. Видишь, абсолютно все пустыненько практически. Никого они так и не остановили. Все пустынно. Но я хотела вот эту штучку еще показать. Смотри, ее как отфигачили. О, посмотрим, что летом. Я просто в Сочи недавно. И мне интересно наблюдать. В Анапе-то другая растительность. Именно за растительностью. Как она себя ведет. Потом через 2-3 года подостыну. Скажу. Ой. Слушай, я даже залезу пока. Когда многолюдно, здесь же не залезешь. И я даже попробую от любопытства. Смотри. Ого. Прям дерево как будто бы. Мягкое такое. Знаешь, какой-то как пенопласт. Ух ты ж. Посмотрим, какой он летом. Запах идет. Вот такая махина здесь растет. Как она называется? Алоэ? Алоэ? На обратной дороге я решила все-таки, так как уже ближе к 5 часам, я думаю, пойду в центр. Сейчас где-то 4. Ну, а вдруг раньше автобус поедет, и я доеду. Вот. Поэтому, если что, уж подожду, что мне целый час идти, даже больше вся уделаюсь только на... Вот. Честно сказать, вот я одного не понимаю. Вот проходят, идут работы, да? То есть, получается, ну, это типа государственная же, наверное, организация вот работает. Им работать можно. А мне работать нельзя, потому что тебе всего лишь нечего пожрать. Ну, подумаешь. Перекерпишь хлебушек с водичкой, там еще чего-нибудь, я не знаю. Или как это, логика какая. На каком основании они работают. Сегодня 21 апреля. Все, шпион. Опять чувствую себя шпионом. Тут еще фронт работы большой у них. Ну, типа, наверное, авария какая-нибудь, да? Поэтому можно работать. Мангал на вынос. Шашлык из шеи 120 рублей. 100 грамм. Не, мне не смешно и плакать одновременно хочется. Честно. Честно скажу. Ну, все, вот я на пересечении Ульяна и Ленина. Интересно, фикс прайс работает. Я бы зашла в фикс прайс. Немного, что надо. Возле нас-то нету. Точно. Потому что я, наверное, это время свое сейчас и потравачу. Пока автобусик жду. Ну, что мне. Хоть бы, да, вот так вот повесить, город. Почему не повесят эти расписания для людей? Четко по времени хотя бы. Панорамочку. С каждого места вам по чуть-чуть просто. Клубника 250 вон. Не знаю, видно отсюда, нет. Я к чему, потому что в центре сейчас 400 было. Городская поликлиника. Кстати. Что, не, в принципе, машин немного. Людей в норме. Вот. Сама того не знаю. Поликлинику сейчас показываю, до меня доходит. А вот так, а, поликлиника. Это же сейчас важный такой прямо, как сказать, показатель, что ли, жизнедеятельности города. Нормальненько. Идем дальше. Здесь всегда бабулек много было. Видимо, разогнали. Они, видишь, туда плавненько все куда-то переместились. Так. Так. Фикс прайсик. Вот здесь у меня. Ульянова 53. Работает ли? Так. Работает. Ну, я, как всегда, на сладости. Я поняла, лучше бы я не заходила. Я от сладости отойти не могу. Мне вот это ананасовое кольцо, я вспомнила. Мне балдеют. От него именно он фикс прайсит. Только в казинаке здесь недорогие. В общем, полностью. Ну, и деткам на сюрпризик. О, время без десяти. Какое-то у нас? Шестидесятый. Ой, можно? Все. Короче, это был первый автобус. Он проехал без десяти пять. Как видите, полный битком.